Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт и вы дождались этого момента. Да, у нас Forza Motorsport 4 на момент 2021 года. Вы просили этот ролик достаточно давно. И я видел, что вы в комментариях все время говорили, Дима, где этот видос? Дима, где этот видос? И проблема была лишь в том, что Forza Motorsport 4 настолько обширна и настолько много здесь всего нужно рассказывать, что изначально я хотел сделать один большой ролик, но потом понял, что у меня просто не хватает времени и сил на такой видос, поэтому, ребята, про Forza Motorsport 4 у нас будет две части. Первая часть это вот то, что вы сейчас смотрите. Это такой небольшой летсплей, где я буду на ходу вам рассказывать и показывать, что есть в этой игре. Но самые интересные фишки и особенности этой игры будут именно во второй части. Там это будет взаимодействие с Кинектом и прочие такие интересные штуки. Но в основном будет про Кинект, потому что здесь он много чего может и я вам это потом покажу. Ну что же, если запустить Forza Motorsport 4, то вначале мы сразу же видим вот такое меню. И для тех, кто играл в Forza Motorsport 3, это меню будет немножко непривычно, потому что здесь у нас какие-то категории. И в первый раз, когда я запустил Motorsport 4 когда-то тогда, в 2011 году, а я напоминаю, если быть точным, игра вышла 13 октября 2011 года, то я был не в доумении. Я ожидал увидеть хотя бы такое же меню, как было в предыдущей части. Но нет, оно другое. Ладно, давайте начнем справа налево. Итак, у нас есть магазин. В магазине, как вы понимаете, можно покупать всякие DLC. И самое интересное, жетоны. При помощи этих жетонов можно будет покупать автомобили прямо за них. Это такой небольшой, так сказать, небольшая микротранзакция была в те времена. Ну и плюс, здесь также можно было покупать паки. В общем, как-то так. Вот такой вот магазин. Ну и понятное дело, что на момент 2021 года этот магазин, к сожалению, не работает. И, например, жетончики я купить не могу. А очень хотелось. Также, дальше у нас идет свободная игра. Да, и, в принципе, вы сами видите, что у нас здесь есть. Это быстрая гонка, раздельный экран и лучший круг. Раздельный экран — это, понятное дело, режим для двух игроков. И можно вполне себе спокойно другу в зубы дать геймпад и сказать «погнали». И, в общем-то, у нас раздельный экран. Это все и подразумевает. Сплит-скрин, так называемый. Автовиста — это новый, новый режим, который появился в Forza Motorsport 4. До этого автовисты никогда, нигде, ни в одной из Forza не было. В автовисты, поскольку здесь у нас все-таки этот режимчик, он, ну, новый, и они обкатывали это все дело, понятное дело, что здесь не весь автопарк. И причем, как видите, некоторые машины закрыты, потому что они открываются по мере прохождения карьеры. Поскольку я решил в этот раз не запускать игру с нуля, чтобы вам хоть что-то показать, у меня здесь, как видите, есть сейв. И, кстати, если говорить про сейв, то в данном случае тут также началась новая тема, которой раньше не было. Если, когда вы вставляете диск в Forza Motorsport 4, и игра видит, что вы до этого играли в Forza Motorsport 3, то при заходе в четвертую часть вам давали немножко деньжат и подкидывали сразу некоторые машины. Это также еще была зависимость от типа издания игры. Но самое главное, если у вас был сейв с полностью пройденной Forza Motorsport 3, например, и где игра видела, что вы наиграли очень много времени, то тогда в четверке вам давали еще больше машин и еще больше денег. Ну ладно, что из себя представляла Автовиста на момент 2011 года? Как я уже сказал, это ограничение автопарка. Но одна из очень крутых фишек, которая активно продвигалась в те времена в Forza Motorsport 4, то, что Автовисту можно было полностью взаимодействие с машиной делать при помощи кинекта. То есть ты натурально ходил по квартире, и это все отражалось у тебя на экране. И это было очень и очень круто. Ну что же, взаимодействия здесь достаточно простые. Ты просто подходишь к пиктограммке, нажимаешь на нее, и все вот у нас, в принципе, как и в Forza Horizon 4 какой-нибудь. Вот если вы в нее, конечно же, играете, то, в принципе, тут вы все достаточно узнаете. Но и, конечно же, поскольку это старая часть Forza, здесь у нас есть русская озвучка. Модель One 77 радикального внешнего вида продолжает многолетние традиции дизайна. Десятилетиями формы передней решетки является визитной карточкой спортивных автомобилей Aston Martin. Вот почему больше этого нету? Как так? Для меня это была просто как энциклопедия автомобилей. Я заходил и радовался каждой новой открытой тачке, потому что я ее обсматривал со всех сторон. Я хотел послушать про вообще все, что только можно. Ну и самое главное, вы только посмотрите на этот шикарнейший графон. И я напоминаю, это 2011 год. Это Xbox 360. Вы посмотрите, насколько детализированная машина. Я понимаю, что в данном случае у нас вообще ничего не прорисовывается. Это просто закрытая локация, где нужно прорисовывать полстены, и там даже потолок, может быть, не надо прорисовывать. Но насколько детально к тачке отнеслись. Ты можешь посмотреть просто все. Ты можешь ее обсмотреть со всех сторон. Двигатель. А что за двигатель? Я не знаю, что это за двигатель. Нажимаем кнопку инфа и нам рассказывают. Машина развивает мощность 760 лошадиных сил. Машина разгоняется до 100 км в час за 3,5 секунды и развивает скорость более 354 км в час. Ё-моё, спасибо вам большое. Вот реально, чем больше ты погружаешься в эту игру, тем больше понимаешь, что каждая копейка, потраченная на эту игру, оправдывается полностью. Это настоящий автомобильный дрочь. Ты можешь обсмотреть все, что угодно. Фанат фильма «Назад. Будущее». Заходишь в автовисту, смотришь на Делориан со всех сторон. Боже мой, как же я кайфую от открытия его дверей. И, конечно же, здесь можно посмотреть просто на все. Двигатель. Вот он, двигатель. Нужно послушать информацию про двигатель. Нажимаем слушаем. Двигатель V6 развивает мощность 132 лошадиных силы. Это позволяет машине разгоняться до 100 км в час за 10,5 секунды и развивать максимальную скорость 193 км в час. 193 км в час. Разгон с нуля до сотни 10,5 секунды. Прикиньте, насколько это медленный автомобиль был. Но, понятное дело, что, я думаю, те, кто читали про Делориан или смотрели документалки, знают, что это так себе на самом деле тачка была. Но, как бы, за счет своей внешки она выигрывала. Ладно, это мы просто остановились в Автовиста. Причем, это не все возможности. Я просто в нее зашел с геймпада. Просто с геймпада. Ладно, дальше у нас идет сообщество. И тут у нас очень много всего. Это реально целый хаб, который посвящен сообществу игры. Да, странно звучит, но тем не менее. Итак, первым же пунктом у нас идет гонка по сети. И вы, в принципе, прекрасно понимаете, что это такое. У нас тут создается сеанс. И мы херачим гоночку. Можно пригласить друзей. И так далее, и так далее. Все понятно. Окей. Дальше. Клуб. Клубы вы это прекрасно знаете. Что это такое. В принципе, если вы играли в Forza Horizon 4. Знаете, что там можно собрать людей. И вот, в общем-то, прокачивать там свой клуб. И так далее, и так далее. Можно вступить в клуб. Но, как вы понимаете, сейчас, на момент 2021 года, серваки либо погашены полностью, либо работают вот как-то так. Поэтому, ну, что-то вот вроде где-то есть. Ну, смотрите. Вот есть у нас Россия Motorsport. Ну, давайте ради интереса я просто возьму и вступлю его. Запрос на вступление в клуб. А, то есть я... В этом клубе достигнуто максимальное количество участников. А, то есть у нас тут максимум можно было соточку всего лишь иметь участников в клубе. По-моему, у нас сейчас там то же самое. Там тоже только соточка. И клуб потом переполняется. И придется... Что? У меня есть клуб Панды и Фикса, где всего один человек. Пандос уже хер знает, сколько лет не играет на Xbox 360. Но ради этого видео я вступлю в его клан. Запрос на вступление в клуб. Запрос успешно отправлен. Пандос, если ты это слышишь, прими, пожалуйста, запрос. Я хочу в твой клуб. Ну, короче, вы это все прекрасно знаете. Тут особо объяснять нечего. Так, ну и рейтинги клуба также можно посмотреть. Потом соперники. Соперники, вы также понимаете. Заходишь, там тебе подсовывают... Ну, драйватаров тогда не было. Подсовывают ботов, которые... Это слепок того, кто проехал трассу. И ты с ним соревнуешься, с его призраком. Потом списки лидеров. Я думаю, также это все. Понимаете? Аукцион. И тут у нас очень интересная вещь. Потому что аукциончик, как видите, немножко другой. И самое интересное, что он до сих пор функционирует. Функционирует, опять же, не полностью. Потому что, как я сказал, как-то серваки очень странно работают. Видимо, какая-то часть серваков просто погашена. Из-за этого вот как-то и получается. Тут, естественно, есть поиск. Но самое главное, что вот все результаты. Мы можем зайти и сразу же смотреть на аукционе интересные тачки. Вот почему сейчас этого не делают в Форзах, для меня очень и очень большой вопрос. Потому что мне бы хотелось открывать аукцион и сразу видеть машины на этом аукционе. Но почему-то такого у нас не происходит. Кстати, вот интересный экземпляр. Shelby GT500 428 CJ. Я не помню, чтобы у меня такая тачка была в гараже. Поэтому нажимаю просто ОК. И заодно сейчас проверим, работает ли у нас аукцион. Можно ставку сделать, можно выкуп. Но я так понимаю, выкуп-то у нас вообще фигня. Поэтому выкупаем за 45 тысяч кредитов. И что у нас происходит? Выкуп работает или нет? Все-таки, походу, сервачки сдохли. Потому что контент недоступен. Этот контент является эксклюзивным и не может быть загружен сейчас. Интересно, а если я просто возьму какую-нибудь машину стоковую? Блин, ценники просто сумасшедшие. Просто нереальные. Почему все так очень дорого? Так, Volkswagen Fox 125 тысяч выкуп. Ну, я понимаю, что для этой машины это дороговато. Но, тем не менее, давайте попробуем ее выкупить. Бх, какая она колхозная. Выкупаем, да. И, смотрите, да. Все-таки, получается, видимо, у меня не все DLC стоят. Поэтому из-за этого я не смог выкупить ту машину. Но, тем не менее, аукцион пашет. Победа. Я выкупил зачем-то Volkswagen Fox. Непонятно, для чего, зачем. Но вот как-то я это сделал. Также у нас была категория только единороги. Это самые эксклюзивные машины из Forze Motorsport 4. Вот такая вот красота. Также витрина. И здесь это супер-супер интересно. Потому что это отдельная категория, где ты можешь покупать тюнинги, дизайны, группы винилов, смотреть фотографии от сообщества. И самое, блин, крутое, что мне очень нравилось, это местный YouTube. Местный, мать вашу, YouTube. Ты мог смотреть, блин, повторы. Повторы. Повторы других чуваков, как они проехали трассу. Это просто снос башки. Ну и, конечно же, вот фишка, про которую я все время буду говорить. Почему они это не делают сейчас, я не понимаю. Ты заходишь, у тебя сразу есть примеры того, что здесь ты можешь делать. Вот тюнинг, вот фотография, вот, например, фото-контест какой-то был. Посмотреть нажимаем. И нам сейчас откроется полностью скриншот чувака, который сделал фотку. Это снос башки. Это нереальная вообще работа проделана. Просто нереальная. Да, понятное дело, это старая игра, 2011 год, поэтому скриншот, ну, такой себе. Но по тем временам это казалось просто нереальные скрины. Очень крутые и очень классные. Ну что же, дизайны, я думаю, понимаете. Тюнинги тоже понимаете, что такое. А вот насчет повторов я уверен, что у многих вопросы. Что это, как это все обстоит. Также у нас открывается поиск. Ты можешь выбирать определенную трассу, определенную машину, все вот эти вещи. То есть, грубо говоря, если ты не знаешь, как проехать какую-то трассу на определенной тачке, у тебя не получается, да. Ты можешь ввести в поиски, и может быть, ты найдешь повтор и поймешь по этому повтору, как ехать. Ну, например, смотрите. Тут Fujimi Kaido. Это, кстати, да, трасса, которая у нас вот исчезла потом из Форзы. Это очень печально, потому что трасса нереально крутая. Просто нереально крутая. Итак, это Mazda MX-5 Gen 2, то есть Mazda MX-5 NB. Не люблю я эту Mazda, но, тем не менее, мне интересно, как человек ехал по горе Фудзи на ней. Да, вы только посмотрите на этот прекрасный маршрут. Но это, но это, но это просто красота. Вот именно такого от Forza Horizon 5 люди ожидали. Но, к сожалению, хоть там и есть тагешечки, но они не настолько лютые, как все-таки гора Фудзи. И вот, нам сейчас показывают повтор. Нам показывают повтор, как человек проехал эту трассу на вот этой машине. Ну, это же просто красота. Ну, это реально просто красота. Я не знаю, это вот столько всего можно из этого выдумать. Я не знаю, вот, например, ты можешь посмотреть, как ты проехал, хорошо или плохо. Но, следовательно, если увидишь, что человек проехал как-то быстрее или круче, ты можешь почерпнуть что-то из этого. Понять, как проходить повороты или как там, на какой машине нужно это проезжать. Но лютая, лютая просто красота. Ну, ребят, я понимаю, что кто-то уже, наверное, говорит, я перехваливаю игру. Но просто, понимаете, все познается в сравнении. И когда ты видишь, от скольки, от скольки всего отказались сейчас в новых Форзах, ты начинаешь понимать, почему все фанаты Форзы говорят, что Мотор Спорт 4 это просто вершина. Это лучшая Форза, которая когда-либо выходила. И, скорее всего, ее никто не переплюнет. И при этом я вам еще ничего толком из этой игры не показал. Я не показал автопарк. Я не показал, как там у нас выглядит карьера и все остальное. То есть тут мелочей, это вот, ну, я не знаю. Тут, наверное, можно неделю про эту игру рассказывать. Ну, и, конечно, там моя витрина есть и получить кредиты. Это если ты что-то продавал, ты можешь все, что продалось, забрать. Ну, центр сообщений, мой профиль, я думаю, вы понимаете. В профиле это можно там поставить различные карточки, посмотреть свой уровень, там мультимедиа свои глянуть, это свои повторы и фотографии, и даже есть видео. Да, у нас, кстати, можно было как-то записывать видео. Я, правда, честно говоря, уже забыл про это как-чего. Насчет совместимости. Да, очень тоже интересная графа, которая, в принципе, у нас, кажется, до сих пор есть в моторспорте. Я, честно говоря, этот факт подзабыл. Тут показывается, на каких машинах ты больше всего ездил. Ну и, как вы видите, за все время прохождения этой игры я накатал общее время 2 часа и 8 минут на Ниссанах. Причем, любимая машина у меня Nissan GTR 10-го года. Ну, любимая она благодаря моей девушке, потому что она как раз и каталась в последнее время на Nissan GTR в этой игре. Короче, это, опять же, всего лишь одно сообщество. Это вот сколько у нас прошло уже? 16 минут? Я просто рассказываю про меню. Вы прикиньте, насколько это большая игра? Дальше идем в карьеру. И тут тоже есть очень интересные особенности. Во-первых, это просто сумасшедшее меню. Нам сразу же показывают ту машину, которая сейчас у вас выбрана для прохождения карьеры. Вы только гляньте на эти умиротворяющие виды. И причем сюда, как я уже сказал, ставится любая тачка, которую ты выберешь. И вот эти все пролеты камеры будут также повторяться на любой другой машине. И прямо сейчас можно уже делать скриншоты и уже любоваться тем, что сейчас происходит на экране. Но самое главное, что меня всегда здесь радовало. Если мне эти поля надоели, они меня задолбали. Я беру, захожу в машины. Это очень нелогично. Но тем не менее, почему-то как-то так вот они запихнули пункт меню. И здесь можно изменить фон. Изменить фон! Мне надоела эта дорога, мне надоела эта природа. Я могу поставить фон Топ Гир. А почему, как вы думаете, здесь у нас фон Топ Гир? А все потому, что закадровая озвучка каждой машины была записана Джереми Кларксоном. И если слушать это все в оригинале, то вы будете слушать Джереми. Да, русская озвучка это всегда хорошо. Но в данном случае, конечно, я бы хотел послушать все-таки Джереми. И освещение, блики, тени. 2011 год. Вы только посмотрите на геометрию машины. Посмотрите на то, как она сделана, как она прорисована и насколько она детализирована. Вы скажете, ой, это там Horizon 4, но это 2018 года. Ты сравниваешь, не сравнивай. Там 100% все лучше по графону. Нет. Вы поржете, но нет. Многие модели машин для Forza Horizon 4 пошли на упрощение. Они неправильные по геометрии. У них где-то есть какие-то косяки. Здесь никаких косяков нет. И я еще раз, вот когда вы сейчас смотрите на это, я напоминаю. Это 2011 год. Это Xbox 360. Через там пару-тройку лет все. Эта консоль уже 100% устареет. Это просто жесть, ребят. Это просто жесть. У меня нет слов. У меня просто нет слов. Ну и вот можно выбирать фоны, которые тебе нравятся. Вплоть до вот, например, вот таких. Ты можешь видеть свою машину на складе. Ну это ж... Это снос башки, ребят. Это просто снос башки. Ну ладно. Тем не менее, мне нравится очень фон Top Gear, потому что там очень красивое освещение, классные блики. Ну и, конечно же, мы можем зайти и купить себе машину. Нажать все доступные машины и сразу же смотрим, что у нас здесь есть. Понятное дело, что с момента Forza Motorsport 3 здесь добавлялись много новых автомобилей. Также здесь уже активно юзались всякие DLC и карпаки. То есть, понятное дело, что вот это у меня игра, версия игры именно той, на которой вот я играл, когда купил диск и вот постоянно рубился. Также у меня есть на взломанной консоли, есть взломанная версия игры, где добавлены все единороги и куча различных других автомобилей, которые выходят в DLC и которых DLC у меня нету вот здесь, например. Но, тем не менее, тут уже очень много тачек, которые вы 100% не увидите в Horizon 4. Мне кажется, я это из серии-серии говорю, но, тем не менее, вы это все прекрасно видите. Кольт Ралли Арт, например, вот эта машина, которой также нету в Horizon 4. Ну, про сабы я уже вообще молчу, это постоянно. Вот, например, MX-5 Superlight. Почему этой машины нету в Horizon 4, я также не понимаю, потому что она бы там смотрелась очень и очень хорошо. Короче, есть у меня такое подозрение, что в Horizon 5 просто будут вот из, опять же, Motorsport 4 импортировать тачки. Есть у меня такое подозрение. Альфа Ромео Брера, Италия Индепендент. Красивая машина? Почему нет? Непонятно. Но, если говорить про японцев, тут, честно говоря, их не так много. Сейчас, по крайней мере, для покупки у меня тут доступно. Но, я так понимаю, тут машины сначала, они по классу, да, они по классу идут, поэтому там самые интересные японцы будут чуть подальше. Вот, Peugeot RCZ, никуда без нее. Давайте быстренько полистаю, есть что интересно. Вот, например, M635 CSI. Любители BMW сейчас уже пустили слезу. Почему? Почему этой машины нету в Horizon 4? Непонятно. Я этого реально не понимаю. Селика SSY или 1, я, честно говоря, не знаю, как это правильно. Ее маркировка читается. Прокачанная версия Селики? Почему нет в Forze? Непонятно. Ну, про рамы с RT10, это для фанатов американцев. Они сейчас тоже слезу пустили, и, может быть, слюну тоже. Но это просто жесть. Очень много автомобилей было именно крутых в Forze Motorsport 4. Понятное дело благодаря DLC, понятное дело благодаря всяким карпакам, но, тем не менее, если в фулл сет, так сказать, собрать, то у тебя гараж раздувается очень и очень хорошо. И при этом я напоминаю, что каждую машину, которую ты здесь берешь, ее можно прокачивать. На некоторые тачки есть очень крутые обвесы, которые, к сожалению, не дожили так же до наших дней. Черт возьми, 2000 года Salin S281. Я вообще забыл, что такой Salin был. Я говорю, это просто тупо энциклопедия. Ты можешь просто вот так листать список автомобилей и офигевать от того, сколько здесь всего. Ой-ой-ой-ой, фанаты Mercedes в опасности. Вы только посмотрите на этот CL65 AMG. Вот опять же, в Horizon 4 она посмотрелась очень хорошо. Но нет, ее там нету. Ну и про Panos, блин, я уже тоже 10 раз говорил, так же очень печально, что ее нету. Сразу же хочется еще упомянуть про машины-единороги. Машины-единороги, они не продаются в салоне. Они тебе даются за выполнение определенных каких-то действий. Понятное дело, что у меня этих машин-единорогов здесь практически-то и нету. Это немножко печально, но тем не менее, я быстренько покажу вам в следующей серии, какие там интересные тачки-единороги есть у нас в Forze Motorsport 4. SLR Steering Moss, так же еще одна машина, которую, конечно, бы хотелось видеть все-таки в новых частях Force. Ну и да, забыл еще одну интересную вещь упомянуть. Porsche не было в Forze Motorsport 4. Я не знаю, что там случилось, либо NFS не давали возможность Porsche давать лицензию на игры другие, кроме своих NFS. Ну, наверное, какие-то договоренности были, поэтому многим игрушкам приходилось делать руфы. Причем, смотрите, очень забавная особенность. У этого руфа индекс производительности 666. А я напоминаю, что именно разработчики раздавали индекс производительности своим автомобилям, но и да, Леонид, индекс производительности не просто так. Дело в том, что это реально дьявольский автомобиль получался. Двигатель сзади, задний привод и скорость, как вы видите, у нас десяточка практически. Ускорение 9.2 и старт 8.7. То есть, блин, машина сумасшедшая, и можно было уйти куда-то там далеко и надолго вообще легко. Также еще у нас Forze Motorsport 4 отличалось тем, что здесь есть достаточно много автомобилей, таких, которые можно прям херачить по дрифт. Вот, например, вот этот вот Hyundai Genesis Coupé Red Bull-овский. Мне кажется, идеальный автомобиль для дрифта. Ну и ролиные всякие машины у нас сразу же в ролиных раскрасках тоже были. Вот, например, Racing Veloster также от Hyundai. И вот это вот красота! Но как же я жду эту машину, когда она снова вернется в хоть какую-нибудь большую игру. Lamborghini Miura Concept. Потрясающая тачка. Вы спросите меня, на чем заканчивается список, и какая машина получается у нас самая дорогая в игре, по крайней мере, Motorsport 4. Это у нас с 2010 года Pagani Zonda R, категория R2, и индекс производительности 872. Это определенно получается одна из самых дорогих тачек. Да, если так полистать, то все остальные машины стоят лям чем-то, лям 500, а это аж лям 700. Так что вот как-то вот так у нас с гаражом. Также из гаража мы могли бы модернизировать свою машину. Можем выбрать быстрая модернизация. Понятное дело, что здесь у нас ничего сверх такого естественного нету. Вы это все и так прекрасно знаете. Это дошло до наших времен. Здесь мы можем модернизировать машину сразу под определенную категорию. Ничего интересного, но есть магазин модернизации. Здесь уже поинтереснее. Потому что как минимум можем зайти и посмотреть, какие обвесы я в данный момент могу поставить, например, на NSX, который я сейчас взял. Но тут, к сожалению, ничего тоже такого сверхинтересного нету. И можем вот тут вот турбиночки зафигачить, и даже движок не можем свапнуть. Ну все достаточно стандартно. Но тем не менее мы можем купить конфигурацию тюнинга. И да, это именно то, о чем вы и думаете. Здесь также пользователь выкладывает свои конфигурации тюнинга, но в отличие от фиксированных цен, ну как фиксированных, в зависимости от того, сколько было деталей куплено для тюнинга, такая цена и складывается у нас в форте Horizon 4. Но здесь можно было, насколько я помню, назначать цены свои. Может быть здесь также было, честно говоря. Но, как видите, цены очень сильно различаются. И как минимум ты можешь просто выбирать по ценнику. Просто брать и выбирать по ценнику, что подходит для тебя. Такой возможности нет у форте Horizon 4, например, той же. Если зайти в пункт начать гонка, то здесь нас встречает мировой турнир, список событий и соперники. Про соперника я уже вам говорил, понятное дело, это все там соревнования с тенями. Но мировой тур, посмотрите, как он классно оформлен. И, конечно же, закадровая озвучка на русском языке. Нам сказали, что сегодня у нас Нюрнбург Ринг, и нам сразу же показывают эту трассу, и вот куда мы можем и поехать. Но если вдруг нам это все не нравится, то идем в список событий. И здесь у нас все достаточно классически. Если у нас раньше режим назывался Forza Motorsport 3, не этот, а тот мировой тур, Season, что-то там, сейчас скажу точно. Season Play. То здесь это уже мировой тур. Но при этом, как я показывал, вот такой вот список событий у нас, тем не менее, все равно остался. И, как я уже говорил, это очень удобный и очень понятный список событий, потому что нам сразу же показывают, есть ли под какую-то гонку у нас подходящая машина в гараже. Ну и либо мы можем ехать на текущей машине. Ну и если вдруг наша машина не подходит все-таки под это дело, ну именно по классу, то мы можем быстренько выполнить автоматическую модернизацию, которая, кстати, на те времена была очень неплоха. Забавно, что в данном случае я делаю свою машину хуже. Ну ладно, окей, что поделать, снимаем детальки. Еще одна интересная фишка. Можно нанять водителя, чтобы просто посмотреть, как он будет проезжать гонку вместо тебя. Но спойлер, обычно, когда ты снимаешь водителя, едет он так себе, поэтому лучше просто начинаем гонку и погнали. Сразу же напоминаю, что физика здесь все-таки своя. Если вы вдруг возьмете Forza Motorsport 4, то охренеете от того, насколько был другой пизон, если сравнивать, например, с той же Forza Horizon 4. Да даже если сравнивать с той же Forza Motorsport 7, которая считается сейчас на данный момент последним Motorsport. Ну что же, вот она такая графика. Да, она на самом деле не так сильно изменилась с момента Motorsport 3, но тут немножко поменялись камеры и... Ой-ой-ой-ой-ой, а почему боты такие тупые? Ну ладно. А, я же, наверное, низкий уровень сложности поставил. Да, потому что у меня в предыдущий раз девушка играла, я ей на низкий уровень сложности ставил. Ну ладно, что поделать. Окей, будем ехать как-то так. Но, тем не менее, помощники у нас отключены и включена автоматическая коробка передач. Это единственная у нас, получается, из помощи, если не считать траекторию. Поэтому, в принципе, если вдруг как-то будет машина себя плохо вести, вы это все будете прекрасно видеть. Что у нас по видам? Все то же самое. Конечно же, есть вид из кабины, причем он достаточно прикольный и детализированный. Ну, конечно же, круче всего с видом от кабины находиться, когда у тебя будет включено отслеживание головы при помощи Kinect. Опять же, это все будет в следующей серии про фишки. Знаете, вот сейчас, пока я еду по трассе, я вспоминаю, как я раньше гонял Forza Motorsport 4. Мне было нереально сложно. Я дико не понимал, что и как мне нужно делать. Потому что, ну, для меня это казалось прям симулятор-симулятор. При этом я играл на помощниках. У меня даже была включена помощь на торможение, кажется. И все равно я не очень хорошо заходил по вороты. Сейчас же, вот на момент 2021 года, понятное дело, что я уже достаточно много наиграл в различные Forza. И теперь физика в Motorsport мне нравится очень сильно. Потому что здесь соблюден какой-то, знаете, такой баланс. То есть, вроде бы физика и не сложная. Такая даже достаточно аркадная, я бы ее назвал. Но при этом здесь чувствуется симуляторность. В случае чего тебя обязательно вынесут. Ты можешь же где-то перегазоваться. Где-то можешь перетормозиться. И в итоге твоя машина улетит. Короче, нереальная красота. И вот, как мне кажется, все-таки здесь вот физончик был хорош. Как жалко, что они перешли, можно сказать, на новый движок. И весь вот этот антураж, вся эта физика похерилась. Вы меня спросите, новый движок, Дима, то есть как? Вроде как у разработчиков был все время один их собственный движок. Да, в принципе-то так и есть. Но потом они решили обновить, насколько я понимаю, этот движок. И это нужно было сделать, потому что выходило новое поколение консолей. И понятное дело, что на новом поколении консолей, на том же Xbox One, нужно было показывать что-то крутое, что-то классное. Ради чего пользователи начали бы отдавать свои деньги. Поэтому очень большие изменения были внесены в движок. И я его, в принципе, с момента выхода Forza Motorsport 5 начал называть другим. Опять же, это все предстоит нам увидеть. Это все обязательно будет. Но пока что сфокусируемся на Forza Motorsport 4, потому что, как я сказал, нас будет ждать еще и вторая часть. Блин, какой все-таки офигенный звук двигателя в этой игре. Ну, просто шикарнейший. Особенно мне нравится, как он внутри звучит. Понятное дело, что здесь нет еще всяких крутых поддержек 3D и какой-то крутой обработки звука. Поэтому, ну да, если ты меняешь виды, то звук, как вы слышите, особо не меняется. Он просто где-то становится более громкий, более тихий. Но при этом сам по себе звук движка здесь офигенный. После прохождения успешной, естественно, гонки нам дают уровень водителя и при этом уровень совместимости. Но в данном случае я катался на Хонде. Поэтому и уровень совместимости мне дают за автомобили марки Хонда. Ну и поскольку я себе апнул достаточно высокий уровень, а с каждым уровнем все лучше и лучше награды становятся, я могу выбрать себе подарочный автомобиль. Да, с каждым уровнем нам дают подарочную тачку, которую мы себе выбираем. Но на самом деле я не помню, какие у меня машины из этого списка есть. А тут могут вполне себе спокойно давать повторные тачки. Это, кстати, один из косяков. Но давайте возьмем легендарную BMW V12 LMR. Кстати, я думал, что у нас соперники уже тоже не работают, потому что это все-таки у нас сетевая функция, но на удивление это все работает. Если кому интересно, соперники у нас подразделялись на месячных, потом топ гир, ход лэп, это горячий круг у нас, тайм атак, трек дни, автокросс. Это очень интересная тема, где нужно объезжать конусы. И, конечно же, дрифт. Да, можно соревноваться было с призраками различных людей из интернета в дрифте. Как я уже говорил, я рассказал далеко не про все фишки и особенности Forza Motorsport 4. У нас это остается все на следующую часть. Там я покажу диск, там я покажу взаимодействие с Kinect. И даже как можно Forza подключить на трипл скрин. Так что оставайтесь со мной, следующая серия не за горами. Естественно, она выйдет, конечно, не завтра, потому что над ней придется поработать. Но, тем не менее, как-то так. Надеюсь, вам понравилась первая часть моего рассказа про Forza Motorsport 4. Вы уже поставили за нее лайк. А также не забыли подписаться на канал. И, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ох, какая же все-таки прекрасная игра была. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok